Видео с двумя школьниками в неадекватном состоянии обсуждают сегодня казахстанцы. Очевидец снял кадры, на которых подростки с треть бела дня употребляют неизвестное вещество. Дети при этом не просто одурманены, они оторваны от реальности, снимают одежду, выполняют чужие приказы. Эльмирова Иржанова с подробностями. Видео со школьниками в невменяемом состоянии вмиг разлетелось по соцсетям. Автор пытается узнать, из какой школы дети, однако те ничего внятного произнести не могут и убегают. В этот момент очевидец просит случайного прохожего задержать ребят. Но неожиданно один из школьников воспринимает это как приказ и исполняет его. Снимающий на камеру, понимая это, повторяет приказы. В каком городе снято видео, достоверно неизвестно, официальных комментариев нет. Одно очевидно, это Казахстан. Врачи-наркологи, оценив поведение школьников, предположили, что дети под сильным токсическим воздействием паров клея, либо другого химического вещества. Они могут выполнять команду, они становятся, видите как, они же даже становятся очень подчиняемыми, очень ведомыми. В таком состоянии ребенку можно сказать, иди делай это, и он будет делать это. Потому что суженное состояние сознания не позволяет ему правильно оценивать реальность, происходящую вокруг него. И даже в таком состоянии подростки могут совершать противоправные действия. Под действием токсинов подростки могут находиться до полутора часов. Часто у них бывают галлюцинации, стираются границы между реальностью и ощущениями. Раздражительный становится, агрессивный, непослушным он становится. Показывает свой характер, свое недовольство может показать. Он начинает врать родителям. Вот главные такие вот симптомы. У инспекторов по делам несовершеннолетних свои методы распознания подростков, находящихся под токсическим опьянением. Первый признак токсикомана, по их словам, сильный химический запах, исходящий от одежды. Родителям всех несовершеннолетних хотелось бы сказать, чтобы они были бдительными, смотрели за своими несовершеннолетними детьми. Чем их дети занимаются, как в дневное время, так и в вечернее время. Чтобы знали, куда ходит круг общения своих несовершеннолетних детей. А еще важно контролировать покупки детей и занять их свободное время трудом или разными кружками. Ведь в конечном итоге, в ответе за своих чат родители, которых за уклонение от обязанностей, могут наказать, вплоть до лишения родительских прав. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова